МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это событие произошло в 1995 году на знаменитой кольской сверхглубокой скважине. Ее начали бурить в мае 1970-го для изучения внутреннего строения планеты. Тогда о том, что творится на большой глубине, ученый мир имел весьма смутное представление. Постепенно проникая в недра Земли, исследователи делали совершенно потрясающее открытие. На глубине 3-х километров была обнаружена порода по своему составу, идентичная лунному грунту. Когда бур дошел до отметки 9,5 километров, ученые наткнулись на настоящий кладезь всевозможных ископаемых, в частности, золота. Совершенно неожиданно для всех подтвердились прогнозы Алексея Толстого из романа «Гиперболоид инженера Гарина». Настоящий оливиновый слой, гениально предсказанный писателем. И вот в апреле 95-го, когда керн буровой установки достиг глубины 12 километров, инженеры решили спустить в скважину специальный микрофон для фиксации звуков движения литосферных плит. Но то, что услышали ученые, повергло их в шок. Из глубины донесся человеческий голос. Причем не один. Это были крики из тонны миллионов людей. Это были звуки из преисподней, которых никто объяснить не смог. С тех пор появилась еще одна тайна. Тайна шума Земли. Впервые леденящий кровь гул, исходящий откуда-то из-под земли, был зафиксирован в конце 70-х годов в Англии. Жители Бристоля завалили инстанции жалобами, что их беспокоят неожиданно появляющиеся и также неожиданно исчезающие непонятные громкие звуки. Некоторые сочли источником соседнее промышленное предприятие. Но владельцы завода открестились от обвинений в нарушении покоя бристольцев. Власти начали проводить тщательное расследование. В местной газете был напечатан опрос. Читателям необходимо было опровергнуть или подтвердить тот факт, что они слышат шум. 800 читателей обратились в редакцию, заявляя, что слышат непонятный гул. Наличие странных звуков подтвердилось, но виновника не нашли. На какое-то время бристольский гул был забыт. Однако в новом тысячелетии о нем опять вспомнили. Теперь уже странные и пугающие звуки из-под земли были зафиксированы в разных точках планеты. В августе 2011, в конце 2012 и в начале 2013 его слышали в Бразилии, США, Канаде, России, Украине и Австралии. Главная его особенность – он вызывает беспричинную панику у людей. Он – это так называемый стон или гул Земли. Что это? Звуковая галлюцинация, движение тектонических плит, звук акустика гравитационных волн, массовый психоз или просто газетная утка? Звук акустика галлюцинации, движение тектонических плит, прокатилась по планете с 8 по 11 января 2012 года. Эти четыре дня Земля по информационным сообщениям и записям в социальных сетях буквально грохотала. Любительские аудио- и видеозаписи были сделаны на всех континентах. Я считаю, что Земля шумит в прямом смысле. Но для этого надо уметь вот это слышать и видеть, потому что очень широкий частотный диапазон, очень большой амплитудный диапазон. В некоторых местах она шумит очень слабо, и нужны специальные приборы, чтобы услышать вот это, или там записать вот этот звук. Средства массовой информации уверяли, до сих пор этих звуков никто и никогда не слышал. Это не совсем так. Вот уже многие годы жители городка Таос в штате Нью-Мексико на юго-западе США слышат доносящийся из пустыни низкочастотный гул. Феномен получил название «таосский шум». Он похож на движение тяжелой техники по магистрали, хотя никаких крупных дорог в районе маленького поселения нет. Этот звук слышат только местные жители и крайне редко приезжие. Ученым, исследовавшим этот загадочный стон Земли, так и не удалось найти его источник. Они лишь предположили, что причиной ему может оказаться крупная линия электропередачи, проходящая поблизости с городом. Между тем, подобный шум известен давно, и называется он «звуковой аномалией». И еще. Все, кому доводилось слышать гул из-под земли, единодушны. Он ни на что не похож. От него нельзя укрыться. Он идет отовсюду и проникает везде. И мгновенно с первых аккордов вызывает у всех очевидцев чувство тревоги. Так было, например, в Киеве, Ростове-на-Дону и в Новокузнецке. Он как будто был везде, вокруг. Такой низкий, достаточно пугающий, не похожий на все остальные звуки, которые я, в принципе, слышал за год, пока живу в этой квартире. Он то затихал, то становился более отчетливым. Я уже думал, что нужно выйти на улицу, потому что что-то действительно случилось, какое-то явление. Создается ощущение паники беспричинной. И буквально даже не знаешь, что делать в этот момент. Особенно в первый момент, когда понимаешь, что это все продолжается и продолжается, и не заканчивается. То есть думаешь, куда бежать, что делать. Реально стало страшно. Думал, что надо уже собирать вещи. Стоит ли говорить, что даже самые недоверчивые затвердили о пресловутом конце света? Дело в том, что разные верования говорят одно и то же. Некий звук известит людей об апокалипсисе. Иудеи верят, что это будет труба-шафар от пронзительных аккордов, который пал когда-то Ерихон. В германо-скандинавской мифологии о начале конца света с названием «Рагнарёк» объявит золотой рог Гьялархорну. Стон планеты, безусловно, напоминает и его. В Киеве, где Земля тоже кричала, заговорили об архангельских трубах, предвещающих судный день. Интересно, что упоминания о некоем трубном гласе есть и в Библии, и в Коране. Древние греки объясняли подземные стоны тем, что в ее недрах заключены старуки и великаны, низвергнутые богами в луна Земли. Если верить мифологии, мучились не только они. От них стонала и сама планета. Какую бы мифологию мы ни взяли, древнеиндейскую, древнеегипетскую, скандинавскую, мы везде видим, что есть некое разделение на мир небесный, мир земной и мир подземный. И вот мир подземный для людей был самый страшный. Он был самый неизведанный, темный, мрачный. И поэтому, наверное, именно там обитали самые страшные существа. Академическая наука не склонна объяснять аномальные шумы уже прозванными звуками апокалипсиса, происками мифологических существ. Некоторые геологи связывают загадочный гул в Новокузнецке, например, с разработкой угля на Кузбассе. В городе крупные шахты, сталелитейные предприятия. Энергия взрывов породы, по мнению ученых, накапливается в земле и провоцирует либо техногенные землетрясения, либо загадочные шумы. И потому, казалось бы, именно их гул – наиболее реальное объяснение этому явлению. Когда идет такой стук характерный, это, в принципе, если грубо сказать, трещит порода. Потому что она находилась в каком-то напряженном состоянии. И малейшее ее движение происходит как бы трение между нами, выражающий вот этот сигнал. Но местные жители, которым удалось зафиксировать гул земли, очень сомневаются, что он техногенного происхождения. До ближайших шахт от жилых районов города полтора часа езды. Завод в окрестностях всего один. И он тоже далеко. Я общался с людьми, которые непосредственно работают на данном заводе. И они говорят, что даже если какие-то технологические процессы происходят, но они не имеют такой длительной протяженности, их бы здесь не было слышно. Мне кажется, что данный звук имеет геофизическое происхождение. То есть где-то в глубине земли происходит смещение пластов, ну или что-то в этом роде. Очень любопытную версию происхождения загадочного звука апокалипсиса выдвинули ученые из Новосибирского академгородка. В 1982 году, когда в городок приехали американцы, один из профессоров-геологов Алексей Дмитриев стал предупреждать гостей, что вскоре Америку ожидают серьезные катаклизмы, имея в виду землетрясения техногенного характера и беспокоящие шумы. Американцы тогда ему не поверили. Однако уже в 1984 году по всему востоку США пронеслись геофизические стоны из-под поверхности планеты и небольшие землетрясения. Интересно, что предсказать их было несложно, так как вдоль восточного атлантического побережья Америки протянуто более десятка линий энергоемких высоковольтных электропередач. Частота передаваемого тока в системе энергообеспечения Соединенных Штатов составляет 60 Герц, а она соответствует частоте естественных литосферных токеров. Причина в том, что 60 Герц, которые используются в высоковольтных линиях, а их 16 высоковольтных линий, и они идут строго по магнитному меридиану с севера на юг, и получилась резонансная частота между состоянием естественных ионосферных токов, они называются только милваналами, и токи, которые продуцируются с поверхности Земли. Произошло замыкание, если можно так выразиться. Произошло энергетическое взаимодействие. Кстати, в 2005-м на Атлантическое побережье США обрушился ураган Катрина и буквально смыл с лица Земли целый город – Новый Орлеан. По мнению сибирского ученого, этот катаклизм также был спровоцирован взаимодействием магнитосферных и литосферных процессов и энергоемкостью высоковольтных линий. А земные шумы, прокатившиеся по побережью за 20 лет до этого, были первым предупреждением. Произошло нарушение континентальной защиты Северной Америки от событий, которые происходят в Атлантическом океане. То есть не было электрической защиты суши от тех событий электрических, которые происходят на поверхности океана. Естественно, что циклоны, ураганы пошли внутрь материка. У техногенной версии всего два недостатка. Если причиной шума был производственный фактор, то как объяснить, что звук был слышен в разных уголках планеты практически одновременно? Второй недостаток, если верить опять же все тем же очевидцам, то линии электропередачи, тепловые электростанции, заводы, стройки и прочие технические объекты далеко не всегда находились поблизости от того места, где был слышен стон. У Артура Канандоли есть повесть под названием «Когда Земля вскрикнула». Герой истории, профессор Челленджер, решает узнать, жива ли Земля. Для этого он сверлит в ней гигантскую дыру. И вот когда бур очень глубоко внедрился в земные пласты, планета вскрикнула. В этом повествовании фантастичен только финал. В остальном ученые геофизики с писателем солидарны. Земля действительно живая. И она вправду кричит. Я издавна, где-то с начала 70-х годов, Землю принимаю в качестве живого организма, взаимодействующего с другими живыми организмами, другими планетами и с центральным нашим светилом, с Солнцем. Мы живем своими ритмами биологическими, физиологическими психологами. Точно так же живет и Земля своими ритмами биологическими и физиологическими. В недрах нашей планеты постоянно происходит конвекция, движение потоков магмы и смещение литосферных плит. Это и приводит к тому, что Земля шумит. И записывать ее голоса ученые научились давно. Для этого они приезжают на скважины, пробуренные в технических или научных целях, и опускают в них сверхчувствительные микрофоны. Как, например, это было на Кольской сверхглубокой. Обычное человеческое ухо расслышать этот звук в большинстве случаев не в состоянии. Но бывают и исключения. Они могут произойти, например, во время землетрясения, непосредственно перед толчками. Впрочем, это неудивительно. Во время дрожи Земли также двигаются литосферные плиты. Поэтому процесс, конечно, и здесь может сопровождаться сильным шумом. После Алтайского землетрясения 2003 года мне удалось попасть на авторшоковый режим этого землетрясения. И, значит, мы просидели пару недель на станции «Октаж». За это время было примерно 30 или 40 ударов. И практически перед каждым ударом был слышен рев, или, так сказать, его называют подземный гул. Замечено, что перед сильными толчками уровень гула, исходящего из недр, резко повышается. Планета как будто предупреждает о предстоящем землетрясении и дает людям возможность заранее оценить его силу и локализовать эпицентр. Причем вот этот шум, он, так сказать, идет под нарастающим. Шумит сильнее, сильнее, сильнее. Потом трах, произошло землетрясение. На самом деле, в глубине нашей планеты землетрясения не прекращаются никогда. Но задолго предсказать, какой из них вырвется на поверхность, практически невозможно. Главному научному сотруднику Института физики Земли имени Шмидта Ран Алексею Любушину это однажды удалось. Крупное землетрясение в Тахоку, Япония, которое произошло в 2011 году и унесло жизни как минимум 16 тысяч человек, он предсказал аж за три года. Землетрясение обычно сопровождается гулом и звуками. Акустическая эмиссия там достигает такой интенсивности, что уже она начинает быть слышима не чувствительными геофизическими приборами, а человеческим ухом. То, что земные шумы под Японией стали синхронизироваться, согласно гипотезе ученого, это первый признак надвигающегося мощного землетрясения. Любушин заметил еще в 2008 году и опубликовал на эту тему несколько предупреждений. Японцы не поверили. Самое неприятное то, что и после катастрофы синхронизация низкочастотных шумов сохранилась. Алексей Любушин считает, что Японию ждет еще одно землетрясение. Не менее сокрушительное. Причем эпицентр его должен находиться недалеко от столицы страны Токио. Именно поэтому шумы Земли можно и нужно изучать. С их помощью планета не только сообщает о предстоящих катастрофах, но и помогает, например, искать нефть и другие полезные ископаемые. Каждая порода шумит по-своему. По этому шуму можно понять, есть ли там нефть или нет, или много ли нефти, какой толщины коллектор. Но если есть нефть, то она будет иначе себя вести, иначе шуметь, иные у нее будут свойства. Так что вот мы о свойствах пород судим по тому, как она шумит. Но, увы, не все крики Земли можно объяснить надвигающимися землетрясениями. Ведь там, где их слышали в последние два года, никаких сейсмических событий не было и быть не могло. Это те регионы, где землетрясения невозможны в принципе. Некоторые ученые предполагают, что скрип планеты связан с погодой, с туманом, сыростью и дождем. При таянии льда рвется часть водородных связей между молекулами воды. Каждый такой разрыв высвобождает энергию и может породить слабый звуковой щелчок. Поэтому, согласно гипотезе этих ученых, если шум слышен во время тумана или когда на небе тучи, это и есть песня воды, которая может сопровождаться гулом. Конечно, одна снежинка создает лишь незначительный шум. Но при таянии больших количеств льда звук слышат все. К сожалению, версия не дает ответа на вопрос, почему шумы слышатся летом, в ясную погоду. А наше небесное светило не может быть генератором загадочных звуков. Действительно, есть и такая гипотеза. Когда потоки солнечной энергии после очередного выброса несутся к нашей планете и врезаются в магнитосферу, это приводит к возникновению особых акустических волн, которые затем устремляются к поверхности Земли. Эти волны можно услышать только с помощью специальных приборов. Однако некоторые люди тоже способны слышать их в случае, если звук накладывается на городской шум. Низкая частота изменяет спектр общего фона в мегаполисе, и тогда человек может услышать подобный зловещий стон. Считается, что 50 герц это нижний предел человеческого уха. Но некоторые слышат и 20 герц, и 10 герц. Говорят, там бах, слушал, вообще там черт что, очень низкие частоты. Так что здесь дело даже не в интенсивности шума, а в способности человеческого уха воспринимать звуки. На аудиозаписях слышно, что гул действительно похож на обычный городской шум. Подъемного крана, самолета, строительной техники, но многократно усиленной. Именно этот звук нередко вызывает у очевидцев ощущение паники. Известно, что сверхнизкие частоты, хотя и не различаются ухом, выдавляют психику человека. Пример тому знаменитые исследования французского профессора Гавро, который точно установил, что при воздействии одних частот инфразвука на человека начинается разрыв барабанных перепонок, кровоизлияние в мозг, а при других даже смерть. Давно известно и то, что инфразвук неотъемлемо сопровождает многие природные явления. Ураганы, цунами, порывы ветра, шум волн, извержения вулканов, грозовые раскаты, резкие перепады давления. Плохое самочувствие во время колебания атмосферного давления связано в том числе и с инфразвуком, который образуется в атмосфере. По одной из версий, загадочный гул связан со сменой магнитных пулюсов, которая происходит сейчас на нашей планете. Наш земной шар, ну, значит, он хорошо, как говорят, моделируется. Вот школьный магнит север и юг. И вдруг, вот по непонятным причинам, северный полюс стремится на юг, а южный полюс стремится на север. Существует и версия, что звуки апокалипсиса это всего лишь массовая мистификация, крупномасштабная газетная утка, использующая поддельные видеоролики для раскрутки таких фильмов, как «Красный штат» или «Инопланетное вторжение», «Битва за Лос-Анджелес». Премьеры этих кинолент прошли в 2011 году, практически сразу после того, как земляне услышали крик планеты. Впрочем, известна и человеческая способность выдавать желаемое за действительное. И черта многих СМИ это желаемое выдавать за сенсацию. Но дело в том, что немалое количество аудио- и видеосвидетельств очевидцев эксперты признают подлинными. Значит, звуки апокалипсиса реально существуют. Возможно, что эти звуки есть предупреждение нашей планеты о том, что не все в порядке на ее поверхности. Планета все время говорит о том, что с ней происходит. вот вы знаете, что такой стетоскоп. Врач пришел и прослушивает ваше сердце, легкие там и так далее. Так же и земля говорит о том, что у нее какие-то болезни, как она откликается на искусственное воздействие. Огромное количество гипотез ставит в тупик человека, который хочет найти звуку планеты единственно верное объяснение. По крайней мере, пока. Возможно, стон Земли это скрытый код, разгадка которого жизненная необходимость для всех, кто населяет планету. А может, это явление многофакторное, так или иначе связанное с каждой из этих версий. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...